С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 9 апреля. О родившихся 1898 год. В этот мир приходит Поль Робсон, американский певец, низкий бас, актер, общественный деятель, исполнитель негритянских народных антифашистских песен, песен протеста. Выступал в драматическом театре, играл, например, от Элла, снимался в кино. Член международных организаций, имел международную ленинскую премию. 1925 год. День рождения Эрнста неизвестного скульптора-графика. За свои работы он не раз подвергался критике со стороны лично Никиты Сергеевича Хрущева, который в 1962 на выставке называют его скульптуры дегенеративным искусством. И вот она, воля судьбы. Позже Эрнст неизвестный создает надгробный памятник Хрущеву на Новодевичьем кладбище по просьбе его родственников. И памятник выполнен в очень интересном стиле. Он черно-белый, то есть темная и светлая сторона одного человека, одного правителя. 1933 год. День рождения Жанна Поля Бельмондо, французского актера. Даже не буду перечислять его фильмы. Это практически наше французское все после Аллена Дилона. Жан Поль рос отчаянным парнем. Драки были любимым занятием будущего актера. Из-за них его трижды исключали из различных школ. Чтобы унять бурную энергию, юный Жан Поль решил заняться спортом. Он становился чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе и входил в сборную Франции по этому виду спорта. И еще фамилия Бельмондо сицилийская. Оттуда родом были дед и бабушка по папиной линии. Итальянцы всегда считали актера своим и дружески называли его в газетах Ильбрутто, что в переводе означает урод. 1938 год. День рождения Виктора Черномырдина, российского политика. С 92 по март 98 он работал председателем правительства России. Опытный дипломат Черномырдин отличался в первую очередь своими необычными, смешными и часто совершенно недипломатичными высказываниями, которым он прибегал, комментируя практически любое событие. За это Виктор Степанович получил славу непревзойденного мастера слова. Вот лишь некоторые. В харизме надо родиться. Вас там туда. Вечно у нас в России стоит не то, что нужно. Все те вопросы, которые были поставлены, мы их все соберем в одно место. И очень интересное. Принципы, которые были принципиальны, были не принципиальны. Прямо для театрального училища выражение. Событие дня. 1667 год. В столице Франции проходит первая в мире публичная выставка искусств. Парижский салон – это одна из самых престижных выставок. Предшественниками салона были выставки в Риме, которые устраивались раз в два года в Пантеоне. Во Франции выставки работ живущих мастеров появились благодаря Людовику XIV. Он повелел Королевской академии живописи и скульптуры проводить регулярные выставки произведений своих членов. С тех пор на протяжении столетий участие в выставке было обязательным для всех художников, которые пожелали завоевать известность. 1945-й войска 3-го Белорусского фронта завершают разгром Кеннегсбергской группы немецких войск и штурмом овладевают городом Кеннегсберг, ныне Калининград. 1962-й – установлен Всемирный день авиации и космонавтики. Он будет праздноваться 12 апреля. 1970-й – Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном. Таким образом, положен конец существованию Битлз как группы. 1989-й – жестокое подавление мирной демонстрации в Тбилиси. Около 20 погибших. Бессрочные акции протеста начинаются в связи со звучавшими в Абхазии требованиями о выходе из Грузинской ССР. Но вскоре демонстранты в Тбилиси стали призывать к независимости Грузии вообще. Операция по подавлению демонстрации начинается около 4 часов утра 9 апреля. При разгоне были применены дубинки, саперные лопатки и отравляющие вещества. Потом очень долго, практически во всех самых главных информационных программах, будет обсуждаться главный вопрос – откуда появились дубинки, откуда появились отравляющие вещества. Никто ничего внятного сказать не сможет. 1989-й год. На аукционе Габсбург-Фельдман, Женева, Швейцария, за 3 миллиона 150 тысяч долларов еще тех продается калибр 89 компании «Патек Филипп», состоящей из 1728 деталей. Что же это за штуковина такая? Это обыкновенные, но очень дорогие часы. 1998-й год. Президент США Клинтон подает письменное распоряжение Министерству обороны, Государственному департаменту и Министерству юстиции подготовить план по задержанию камбоджийского лидера Пол Потта. Ну и самое последнее. В этот день. 1699 год. Царь Петр I издает указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улицы и переулки. Наказ о городском благочине, по которому в городах появились служивые, отвечавшие за дворы, не только убирающий снег и подметающие улицы. Они следили за дворами, закрывали на ночь въезд и даже были агентами полиции, чтобы мимо доходных домов учреждений и особняков не шныряли подозрительной личности. Тем не менее, это особо не мешало жителям продолжать выбрасывать отходы прямо на улицу. И поэтому при Петре I установили первые урны, а уже Екатерина II занялась защитой рек от нечистот и хлама, запретив бросать их в воду и вывозить на лед замерзших рек. Сегодня мусорная проблема засверкала новыми современными красками и не всегда приятными не только для нашего взгляда, но и для нашего носа. С вами был Николай Пельненко в проекте Дата.